Всем привет, на связи Руслан Гафаров, вы на канале San Francisco Anvasion Hub. Сегодня мы с вами на вечеринке, которую мы организовали в Майами. Смотрите, как мы отдыхаем с нашим комьюнити. Поехали! У нас сегодня очень интересная тема. Тема «Поток» и работа с «Экгрум». Тема, которую ты предложил, для меня она очень близка. И у меня такой первый вопрос. Если у тебя было когда-то такое в жизни состояние «Потока», когда это было и что у тебя получалось делать именно в этом состоянии? У меня история такая, что я где-то до декабря 2005 года шел по такому достаточно стандартному пути. То есть я там заработал, не знаю, миллион долларов, потом там, не знаю, 40 миллионов долларов, потом у меня случился кризис довольно серьезный. И у меня как бы все стало как-то валиться из рук. То есть я там разошелся с партнером, развелся с женой, там два человека в компании умерли по разным причинам. Один в теракте, там другой от разрыва сердца. И у меня как-то все... Мне дико было сложно, и мне очень не нравилось то, чем я занимаюсь, вообще как я живу. У нас было, наверное, человек 25. Мы прошли такой тренинг, и я в этом тренинге поймал такое очень интересное состояние, такое состояние очень большого доверия к людям, команде, к миру. Я был в состоянии, когда я спал три часа и высыпался. И это состояние потом как-то ушло, но мне все время в него хотелось вернуться, потому что это состояние было очень заряженным, очень энергетическим. И после него начали происходить интересные вещи. Я стал знакомиться с разными новыми интересными людьми, и в какой-то момент, может быть через месяц после вот этого, после такого тренинга, может быть два, у меня как-то кликнуло, и у меня возникла большая внутренняя миссия искренняя, которая поделился с кругом из где-то ста человек внутри компании. И мне это дало очень много энергии, и компании в том числе. И вот мои успехи основные, они связаны с этим драйвом очень большой цели и задачи. Я как-то отпустил личные цели, потому что до этого у меня цели были больше связаны с эго, с экспансией. То есть я просто хотел там, не знаю, больше магазинов, больше бизнесов, и вот в какой-то момент я уперся в то, что я устал. Период с 6 по 12 год был сделан очень много. Вот можно сказать, что на потоке. Как ты вообще относишься к каким-то книгам, читаешь какие-то книги? Видишь ли ты корреляции между результатом в бизнесе и еще одной прочитанной книгой, например? У меня отношение к книгам такое, что 95% знаний приходит из личного опыта и из каких-то инсайтов, типа Эврика. То есть в какой-то момент складывается. Вот книги они скорее просто помогают, а какие-то внутренние ощущения логически сформулировать. Опыт получаешь действие, а книжки просто структурируют этот опыт, он у тебя лучше оседает в памяти. У меня был период, я где-то, наверное, пару лет очень много читал, после того, как приехал в Америку. Там, наверное, больше сотни книг, может 200, не знаю, в области social sciences, с психологией, традицией, осознания самого себя. У тебя отключается логическая часть мозга, которая фактически, не знаю, ведет внутренний разговор, в ней лежит картина твоей индивидуальности, там, как ты смотришь в зеркало, она отключается, у тебя включается фактически интуиция. Вообще состояний очень много, то есть в раннем буддизме огромное количество описаний разного типа состояний. Вот то состояние, про которое говорит поток, это состояние, в котором оптимально сочетается такой внутренний энергетический подъем энергии и счастья, и одновременно это состояние, в котором можно что-то делать, то есть, которое дает еще результат, в котором можно эффективно что-то делать. Какие есть корреляции между потоком состояния и какими-то действиями перед тем, как ты туда вошел, если есть что-то добавить? Ну, мне кажется, что, чтобы в него войти, нужно развивать креативность и спонтанность. А как? Можно по-разному развивать. У нас есть какой-то образ себя. Есть люди, которые, вот у меня жена, например, бывшая, она очень не любила танцевать и не умела танцевать. И у нас есть разные блоки, они могут быть в голосе, они могут быть в танце, но, в принципе, все наши блоки, они в теле. Плюс у нас нарастает какое-то представление о самих себе, я вот такой, я не такой, я предприниматель, я там, не знаю, не бомж, да, там, ну или что-то еще. Но, в принципе, креативные люди, у них нет вот такого жесткого фиксирования на том, что я вот такой и никакой больше. Они и-и все время, то есть они как бы единство и борьба противоположностей. Вот и спонтанность, и креативность очень важные качества, в том числе, там, в сегодняшнем мире, может быть, ну, скорее всего, номер один качество для руководителя. Для того, чтобы попасть в поток, нужно, нужно это иметь внутри, нужно их развивать. Самое важное, одно из самых важных качеств в потоке, это очень серьезный, ну, это фокус. То есть это фокус на задаче, и чем шире группа людей, для которой вы эту задачу решаете, то есть если вы это делаете не в своих личных интересах, креативность это же, ну, вы лоите какие-то мысли, которые к вам прилетают, они приходят. Они приходят под тот фокус или под то, как бы, видение, под тот запрос или под видение, которое вы, ну, условно, вселенной даете, вы даете запрос. Если запроса нет, или этот запрос слишком эгоистичный, то идеи будут слабые, с моей точки зрения. Следующий вопрос. Что для тебя работа с эго? Ну, то есть как ты с этим работаешь, может быть, какие-то есть практики, или как вообще ты это понимаешь, что такое вообще эго? Ты сам подсветил этот тезис, мне очень интересно тоже, вот как ты это понимаешь? Ну, очень по-разному можно делать. Но самая простая практика, она состоит в том, что просто практика принятия. То есть есть другой человек, тебя в нем что-то раздражает, что-то ты не принимаешь. Это вызывает у тебя какой-то нескончаемый внутри поток мыслей. Ты просто находишь эти же качества в себе и фактически пытаешься понять, в какой ситуации ты вел бы себя так же, как этот человек. И через вот это принятие другого человека эго можно убирать. Это первое, что можно делать. Второе, что можно делать, это просто работать со своими страхами. Потому что у нас, по большому счету, за любыми тревожными мыслями стоит страх принятия в социальной группе, и за ним стоит страх смерти. Почему мы эгоистичны? Страх нас в каком-то смысле сковывает. Мы можем быть альтруистичными, если мы с этими страхами научимся жить, принимать их, несмотря на эти страхи иметь мужество идти в это. Кастанеда делала очень интересную вещь. Ну вот он, например, на 9 лет из великого гуру и учителя, автора книг, стал официантом в неизвестном ресторане, в неизвестном месте. Не знаю, ты приходишь в монастырь, вот я был в монастыре, например, в греческом. Там русский парень, его первые два года, он какой-то умный человек, был до этого то ли программистом, то ли кем-то. Но вот два года он сажал просто цветы на клумбе. И вот такая практика, она очень хорошо может тоже помогать. Ну, могут помогать вещи типа прожарок, комедиклаба, да, то есть вот то, что Харламов, например, делает, там, первые 15 минут с Павлом Волей, то есть какие-то такие вещи. То есть что-то, что... То же самое делала саентология в свое время. То есть фактически это были прожарки до того момента, пока у человека не становится нейтральная реакция гальванька кожи, где человек нейтрально реагирует, например, на любые, назовем это, обзывательства. Этих практик очень много и разных. Какие-то из них более суровые, какие-то более легкие. Но мне кажется, что эго — это ключевой вопрос для потока. Мы часто имеем очень много слепых зон внутри. То есть у меня... Я, например, считал, что я очень люблю, там, свою третью жену. Вот бесконечно ее люблю. И был дико удивлен, когда она решила со мной разойтись. То, что мы любим, во-первых, не факт, что другому человеку нужно именно то, как мы его любим. У него могут быть другие языки любви, во-первых. Другие ожидания, другие языки любви, другие потребности. То есть любовь была, но эго не давало мне увидеть вот эти проблемы. Что эго фактически блокирует awareness. То есть эго фактически делает нас слепыми. И в этом есть основная проблема. Ну, у меня вот был опыт такой, что я в какой-то момент просто потерял ощущение контакта с клиентами, что им нужно, что им важно. Ну, я хотел делать то, как я это видел. То есть я хотел внести в мир то, как я это видел. Там, свою волю, красоте. Но при этом забывая, что у других людей есть, возможно, другие вопросы, потребности, запросы и так далее. Смотри, мне кажется, что если ты со своими работаешь, то тебя будет очень крайне сложно задеть. Вот крайне сложно. То есть я не знаю даже, может быть, невозможно. А если говорить про единички нули, то мне очень нравится символ таоизма. То есть у них есть белый, белый и черный. Но у них это мужская и женская энергия. Иногда силы света лучше справляются. Иногда силы тьмы лучше справляются. Я частью силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Вот я к этому отношусь таким образом. Весь вопрос в том, что эти силы толкают эволюцию сознания просто с разных сторон. Вот я так про это думаю. Похоже, да, спасибо. Было бы здорово мне и всем остальным услышать какую-то рекомендацию, с чего бы вообще предпринимателю современного начинать какой-то свой путь. Можно назвать это духовностью, можно назвать это в кольский поток, потому что мне кажется об одном и том же. Ну, у меня следуй за белым кроликом. То есть следуй за своим любопытством. Я про это думаю так, что отключаешь логику, просто говоришь, да, на все, что к тебе прилетает, следуешь за своим любопытством, пока на это хватает силы времени. В какой-то момент ты находишь то, что ты любишь делать, и то, о чем у тебя горят глаза, дальше ты просто это расширяешь как сервис на... Дальше такое русское слово есть самоотверженность. То есть ты включаешь состояние, в котором ты про себя забываешь и думаешь о людях, для которых ты это делаешь. Вот, в принципе, все довольно просто, с моей точки зрения. Мне кажется, что нам прилетает огромное количество возможностей, которые мы либо не замечаем, либо мы к ним относимся как к нерелевантным. Не упускать возможность сделать что-то доброе, хорошее. Ну, и просто что-то сделать. Да, спасибо большое. Эту вечеринку мы делаем в рамках комьюнити San Francisco Innovation Hub. Для того, чтобы попасть в нашу комьюнити, вы просто обязаны пройти нашу программу в Кремниевой долине. Изучайте, что мы делаем для вас по ссылке в описании к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok